здравствуйте уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова елена и канал женские секреты 10 дней назад я сеяла эустому и сегодня хочу показать потому что поступают вопросы от подписчиков как насчет сходов вот эти сорта были посеяны такие плошечки сегодня только 10 день после посевов вот посев был 9 11 и 2 ложка 9 11 здесь 20 семян было посеяно и здесь 20 семян и вот практически все почти все семена уже проросли сходы конечно микроскопические но схожесть надо сказать достаточно хорошие вот этот пушистик еще сидит они очень-очень маленькие получается в этой ложке из 20 семян проросли уже 17 в этой ложке из 20 семян проросли все 20 то есть исходы появились дружненько вчера буквально я подсеяла еще одну пачку это которая пришла у меня из последней посылки но посеяла я ее вот так на салфетке на проращивание показывать здесь пока нечего попробовала также как бегонии прорастить чтобы не занимать плошку отдельную на отдельные пять семян стоят они у меня все на стеллаже с подсветкой вот так в глубине комнаты я показывала стоит у меня стеллаж здесь всякие у кореняшки температура здесь держится порядка двадцати пяти градусов его 100 настояла сверху сейчас я ее уже переселила пониже где по прохладнее в общем сходы меня очень даже порадовали надеюсь что в этот раз у меня будет намного удачнее эксперимент со устомой чем в прошлом году когда на таблетках она у меня прорастала неравномерно где-то заваливалась проваливалась посмотрим и сейчас хочу еще показать ту устому которая у меня зимует дома я тоже делала об этом видео сейчас мы ее посмотрим быстренько так а вот здесь у меня растет и устома которую я забрала с дачи которая не успела отцвести и надо сказать она у меня росла с переменным успехом я грешила на подсветку вот сейчас поставила нормальную подсветку вот это вот китайская мне кажется все таки она не дает столько света сколько и устоми нужно поскольку дома жарко поэтому здесь уже речь о хранении не идет здесь идет речь именно о выращивании в горшечной культуре еще мне похоже не понравилась земля я смешивала торфяной грунт с но раскисленной садовой землей и по-моему не хватало ей питания сделала я одну подкормку неделю назад смотрю и устомка моя маленько выпрямилась подкормка была фосфорная вчера я подкормила подкормкой азотной и вот видно что она такая прямо стала сразу зелененькая крепенькая я сейчас попробую выключить подсветку чтобы было лучше видно листочки такие стали появился на них тугор они вот начали подниматься цветоносы но я считаю что в такой стадии развития давать цвести устоми не стоит на следующей неделе будет убывающая луна сегодня полнолуние ничего к сожалению делать нельзя не резать не пересаживать поэтому просто делаю обзор и вот на убывающую луну буду я ее пересаживать вот эти которые по пожирнее кустики я вчера поднимала корни у них уже начали показываться из плошек сделаю пожирнее земельку и попытаюсь почеренковать потому что вот такой вот одинарный кустик конечно это не очень красиво это и устома пурпур пурпурная которую я сеяла вот в марте прошлого года но она не успела поэтому будут делать формировку куста то есть ее нужно раз два три вот так вот будет обрезать ну и попробую заодно почеренковать слышала что по и устому можно выращивать из черенков выжили у меня не все вот здесь было 20 19 устом нет было 17 устом и три розы одна роза живая и 12 устом здесь выжили и еще четыре сорта это его 100 мы комнатные я их пересадила в горшочке и поставила вот со стола поставила на прохладное окошко они тоже как бы немножко так воспряли духом здесь по прохладнее им уютно поставила я их на свой новый зеленый стеллаж который вот для фукси вчера буквально показывала фуксии тоже не все еще резала потому что вчера не успела почеренковать а сегодня в полнолуние я никогда ничего не делаю такие вот вещи с пересадками с обрезками с подкормками стараюсь этот день обходить но конечно тоже не все вот выпало из комнатных у меня было их семь штук две выпали сразу и одна вот она какая-то никакая но я думаю что выдернула я те зря потому что когда я выдергивала корни были достаточно живые может быть она просто впала в спячку и решила отдохнуть но я их уже повыдергивала но что сделано то сделано вот этот одиннадцатый сорт у меня здесь еще есть если он пойдет то конечно будет с чего ее размножать ну и понятно что раз они у нас остались расти именно на вегетацию а не на хранение на зимние то надо ее хорошенечко кормить потому что вот она у меня сидела сидела я ее и поливала я ее и рыхлила но еще вот вот эти вот посадочные емкости у них дно съемная как бы для пересадки это удобно но у них вот я так поняла что плохо проходит воздух вот эти отверстия снизу залипли поэтому я вот вчера приподняла даже дно у одной у стомки корни то наружу вроде бы как выходят но воздуха явно не хватает поэтому буду вот эти которые покрупнее буду пересаживать в технические горшки а вот эти которые помельче подкормлю и попытаюсь сделать метод четырех проколов я в прошлом году показывала сейчас найду палочку то есть после полива когда вода уже осядет мы рыхлим обычно верхний слой корням вода не воздух не попадает берем шпажку и вот так вот аккуратно с четырех сторон делаем отверстие для доступа воздуха к корням вот это и называется метод четырех проколов операция несложная но делать ее нужно практически после каждого полива тогда будет поступать к корням воздух кроме влаги и растения развиваются гораздо быстрее я в прошлом году пробовала этот метод на рассаде но на помидорной рассаде это вообще очень хорошо видно было вот в этих же ящиках у меня росла рассада перцев и с тех пор как я начала вот этот метод практиковать очень быстро рассада начала набирать рост то есть все таки не хватает воздуха если у нас вот в таких технических горшочках большие отверстия и воздух по проходит то здесь вот залипает хотя никогда в поддоне вода не стоит но по всей видимости вот этого воздуха который там снизу попадает его недостаточно или даже можно сейчас попробую показать вот донышко она съемная чуть-чуть пальчиком придавили приподняли чтобы она чтобы туда попал воздух ну и конечно рыхление не просто рыхление ради того чтобы земля была рыхлая а вот именно чтобы воздух к корням поступал вот такой у меня сегодня получился обзор кому интересна тема эостомы на следующей неделе буду переваливать крупные растения расскажу чем подкармливала и попробуем почеренковать на этом сегодня все с вами была елена и канал женские секреты всем удачи до новых встреч выращивайте красивые цветы и жду вас снова на своем канале